Всем привет! Меня зовут Арина и вы попали на мой канал. Сегодня я отвечу на вопрос, который наверняка интересует множество людей. Как, а главное, куда поступать? На актёра! Для начала, я думаю, нужно определиться с вузом. Сейчас я вам расскажу, какие вузы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и за границей. Германии, Англии и США. Москва. ВТУ имени Щепкина, ТИ имени Щукина, ВГИК, МХАТ, ГИТИС. Санкт-Петербург. СПБГАТ, СПБГУ, СПБГУКИ и СПБГУКИТ. Екатеринбург. Екатеринбургский государственный театральный институт. Нижний Новгород. Нижнегородская государственная консерватория. США. Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Германия и Британия. Актёр. Это специалист, воплощающий художественные образы на сцене. Он принимает участие в съёмке фильмов, озвучке и дубляже. Работает в театре и снимается в рекламе. Мы рассмотрим, как поступить после девятого и также, как поступить после одиннадцатого. В творческий вуз можно поступать на базе одиннадцатого класса, колледжа или первого высшего образования. Форма обучения очная, классификация специалист, срок пять лет. В театральный колледж можно поступать после девятого класса, одиннадцатого класса или вуз. Классификация специалист, форма обучения очная, срок 5 лет При поступлении сдают дополнительное вступительное испытание ДВИ Оно важно не меньше, чем ЕГЭ и ОГЭ И скорее всего будет включать в себя Первое. Мастерство артиста Испытание выявляет способности к актерскому мастерству и чувство юмора Нужно подготовить басню, отрывок из произведения, проза и стихотворения Приемная комиссия может дать дополнительное задание на исполнение творческих этюдов Второе. Сольное пение Придется исполнить две песни Одна на русском языке, другая на иностранном Петь можно под минусовки или аккомпанимировать себя самостоятельно Третье. Собеседование Проходит проверка на коммуникабельность и культуру речи Выявляются личные качества и ценности Но какие нужно сдавать ЕГЭ? Для поступления тебе скорее всего понадобится сдать русский, литературу, историю, английский и общество знания Рассмотрим на примере СПБГУ К и Т Я заранее определяю, в какие вузы хочу поступать Подготавливаюсь к ЕГЭ или УГЭ ранее перечисленных предметов И сдаю его на более чем 80 баллов Ну и конечно же не забываю о ДВИ Дальше захожу на сайт университета и внимательно читаю Что нужно для поступления и какие документы подавать Теперь рассмотрим поступление за границу Начнем с США Для поступления в США нужно сдать базовые ЕГЭ или ЕГЭ по вышеперечисленным предметам Для более точной информации советую зайти на сайт университета Прикрепить аттестат об окончании школы И обязательно не забыть портфолио Кстати, оно играет большую роль не только с границей, но и в России Поэтому советую тебе заранее подумать о нем В крупные города приезжает специальная компания В которую ты можешь прийти и сдать экзамены Такие как Дальше Британия Чтобы поступить в английский вуз Для начала нужно пройти подготовительный курс Для поступления в британский вуз И уже после получения сертификата подавать документы Следующее Германия Нужно выбрать вуз и специальность Собрать документы Аттестат и резюме И отправить до их дедлайна Лучше сразу поступать в 3 или 5 вузов Для того, чтобы повысить свой шанс В описании я оставлю ссылки на сайты Где вы можете посмотреть и выбрать иностранные университеты Потому что в начале видео я привела несколько примеров из вузов Но если поискать подольше Можно найти много других интересных вузов Которые возможно подойдут именно тебе Ну а я надеюсь, что помогла тебе С некоторыми вопросами Связанными о поступлении Желаю тебе удачи И надеюсь, что именно ты Станешь самым известным актером Пока Субтитры сделал DimaTorzok